Овны и снова здравствуйте! Меня зовут Ева Лехцер. Рада вас снова приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить Тороскоп на июль месяц. Скажем так, середина лета, разгар самых важных событий. Поэтому настраивайтесь на расклад, будем смотреть. По традиции расклад покажет нам общую атмосферу месяца. События, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы. Финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам текущий месяц. Напоминаю, что расклад общий, он не является индивидуальным. Поэтому проиграется однозначно не для всех. То есть многим из нас необходимо смотреть сфотороскоп по знаку акцидента в натальной карте. Как его вычислить, рассчитать. Вы можете забить свои данные в программу, которая вам наиболее подходит и нравится в гугл. И вам сразу все просчитают ваш акцидент, в каком знаке он находится. И вы будете впоследствии сопоставлять. Что же вам импонирует больше и проигрывается ваша жизнь больше? Тороскопы по вашему акциденту, либо по знаку вашего зодиака. Итак, поехали. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Итак, общая атмосфера месяца. Здесь у нас падает рыцарь кубков, карта мечтателя. То есть это погружение в свои мечты, в свои воспоминания, иллюзии, фантазии. Это карта отдыха, карта творчества, карта воспоминаний. И знаете как, та ситуация, когда вы прописываете, либо каким-то образом фиксируете на бумаге свои мечты. То есть даете себе посыл, чтобы их реализовать впоследствии. Поэтому, ну, крайне продуктивный период. Многие действительно отыграются и проиграются, как период отпуска или отдыха. И самое главное, в это время вы действительно можете реализовать то, что было задумано вами ранее. Что вас ожидает в сфере работы? Здесь у нас падает туз жезлов. Аркан замечательный по той простой причине, что здесь, если вы безработный, на текущий момент у вас есть возможность устроиться на новую работу. Потому что это карта начала. Это карта собеседований, жарких дискуссий, попытки отставить себя, свою точку зрения, показать себя с лучшей стороны. Если вы уже на текущий момент работаете, вне зависимости от того, злой у вас бизнес, либо вы наемный работник, то знаете как, работа кипит. Новые проекты, новые начала, новые может быть должностные инструкции. То есть здесь однозначно все для того, чтобы вы могли развиваться. Для кого-то в плане финансов получить какую-то материальную прибавку, для кого-то в целом новые договора, новые партнеры, новые проекты. То есть в плане работы месяц для вас будет крайне продуктивен. Так, а что же у нас здесь падает в плане финансов? Звезда. Звезда это сама по себе ситуация очищения, избавиться от всего ненужного. Значит смотрите, по звезде здесь либо будут траты у вас на отдых, либо на какие-то процедуры, связанные с очищением, омоложение организма, либо какие-то профилактические моменты. Если с позиции в целом вашего материального благополучия здесь все будет стабильно, и самое главное по звезде это то, что вы делаете за делом на будущее. Потому что сам по себе аркан не является арканом материального. Он говорит о том, что то, что вы делаете на текущий момент, впоследствии принесет вам неплохую прибыль. А если, скажем так, с позиции текущего месяца данный аркан рассматривать, то это хорошее финансовое положение. Здесь также, знаете, может проиграться как значительные траты на семью, на детей, на домашних питомцев и в целом на ситуации какого-то приятного времяпрепровождения. То есть ваши основные траты будут связаны с какими-то поездками, праздники в кругу друзей, близких, родных, родственников. То есть вот это будет вам пить по вашему карману. Так, что вас ожидает в плане здоровья? Здесь у нас падает рыцарь мечей. Но по рыцарь мечей это сама по себе ситуация каких-то приступов, обострения чего-либо. Иногда это какие-то мелкие ранения. Ну то есть, не знаю, там поранили себя ножом во время готовки салата, незначительно, не думайте, что в этом раз там себе отрезали палец, ни в коем случае. А то вы сейчас начнете воспринимать информацию в негативном ключе. Нет. Ну то есть какие-то вот такие бытовые моменты. Где-то могли, то есть удариться, либо порезать палец, либо, ну не знаю, чем для себя, знаете, вот работали на даче, на огороде, чем для себя можете, там, не знаю, шли, зацепились за гвоздь, где-нибудь в заборе. В таком контексте. То есть незначительно, но тем не менее, то, что вас, знаете, как огорчит. Но трагичного здесь ничего нет. Так, что вас ожидает в плане личной жизни? Угу. А вот здесь у нас падает перевернутый дурак. Аркан интересный. Объясню почему. Потому что для тех, кто в ссоре, это однозначно будет ситуация возвращения на круги своя и ситуация примирения. А если вы в целом находитесь в текущих партнерских отношениях, то это попытки что-то привести в новое в ваше отношение. Если вы на текущий момент находитесь без пары, то есть в свободном плавании, то карта четко говорит о новом и неожиданном для вас знакомстве. Почему? Потому что давайте посмотрим на Аркан. Так, это даже может случиться в процессе прогулки, либо похода, там, не знаю, по магазинам. То есть знакомство будет неожиданным для вас в первую очередь. Вот знаете, когда уже, ну не то, что там отпустили всякую надежду, но тем не менее, не были к этому готовы. Поэтому присмотритесь. Здесь, возможно, случайный знакомый, либо человек, на которого вы, в принципе, не обратите внимания, может стать вашей второй половиной. Так, ну и самое главное, самое ключевое – совет на месяц. Совет на месяц Аркан Умеренность – замечательная карта, которая говорит вам о том, что, во-первых, это время для вас приятного времяпрепровождения с любимым человеком, в кругу близких, в кругу друзей. Это, в целом, карта душевного, эмоционального миротворения. То есть, знаете, такого вот обретения себя, смысла жизни, каких-то целей. Даже сама по себе ситуация празднования. Для кого-то это может быть успешная сдача экзаменов, для кого-то это, в целом, какое-то событие, там, повышение по работе, либо поехали в долгожданный отпуск. Либо в целом, не знаю, ситуация, вот, помирились, выразнуете вот эту вот ситуацию, да, вернулся партнер. И, как говорится, вот здесь идет карта внимания и заботы. С позиции совета, как говорит Аркан, как он вам советует, проявите свое внимание, заботу близки, родным людям, людям, которые вам не безразличны. Несмотря на то, в каких вы отношениях находитесь. То есть, поверьте, вам воздастся по заслугам. И вы, открывая свое сердце, получите в обмен тоже открытое сердце других. Чего я вам искренне желаю. Это был Тараскоп на июль месяц для представителей знака Зодиака Овны. Для тех, кто хочет получить консультацию в индивидуальном порядке, все мои контакты вы можете найти по ссылкам под этим видео. Я искренне вас благодарю за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.